Всем привет, меня зовут Регина, это обзор на скетчбук, и давайте просто начнем. Начала я его в конце октября и до сих пор не закончила, но об этом позже. Это рисунок маркерами, и скажу сразу, здесь большинство рисунков нарисовано маркерами, и я рисую их не прямо в скетчбук, а на отдельную бумагу, а потом вклеиваю их в скетчбук, потому что в этом скетчбуке настолько плотная бумага, что маркеры на обратной стороне, считай, вообще не просвечивают. И то есть, как бы понятно, если бы я рисовала маркерами прямо на эту бумагу, то они очень сильно быстро бы расходовались. Типа пошлая Молли. Я угарнула с того, что здесь написала НичиН2С. Я со своим друганом базарила до трех ночи по телефону, а он попросил его нарисовать в виде феечки Винкс. Ну и как же я могла отказать? А это я посмотрела второй сезон Очень странных дел, но почему-то нарисовала 11 с первого сезона. Я почему-то очень сильно захотела нарисовать себя вместе с Юрием и Виктором, и я получилась какой-то, ну, непонятной, поэтому решила сюда так написать, типа, цене я. А это на конкурс, угадайте кому. Но я ничего не выпила, так что посрать. Решила немножко порисовать своего перса. А это уже, да, это акварелью идет. А здесь случился тотальный взрыв просто, потому что эта страница была нарисована в ноябре, 11 числа. А это уже в январе. И, скорее всего, даже вроде как-то под конец января. В общем, и что случилось? Дело в том, что у меня был, во-первых, арт-блог, а во-вторых, я была очень сильно занята одним проектом. Ну, так, немножко по секретику скажу. В общем, я рисовала граффити, и это занимало у меня очень много времени, нерв, сил, денег, там, всего-всего-всего. Поэтому, в общем, я ничего не рисовала в скетчбуке. А этот рисунок нарисован акрилом. И он вроде как очень даже такой крутой. А это уже февраль. Мне исполнялось 15 лет, и это я в свой день рождения. Могу рассказать историю со своего дня рождения. В общем, ко мне на мой день рождения, на первый урок в школу, пришли мои друзья. Привет, Батон и Мелеса. И подарили мне шарики и подарочный пакет, в котором была всякая фигня. Но не фигня, по типу детского шампанского, детского питания. И коробки конфет, в которой были вот эти вот записочки. Скорее всего, вообще ничего не поймете, что здесь написано. Но это именно те фразочки, которые вот прямо вот в то время, в то время, говорю, как будто это было 500 лет назад, типа, что-то для меня значили. Они типа, ну, они крутые, в общем, да. А здесь моя подруга Ксюша подарила мне на день рождения акрил. В котором я очень сильно нуждалась, потому что мой акрил как раз уже был жутко старым. И почти закончился. И это просто супер круто. Это здесь сделано 24 февраля. А 24 февраля это день независимости Эстонии. И да, кто не знает, я живу в Эстонии. И здесь вообще было нарисовано что-то жутко убогое. Но я решила это все заклеить. На что мне мама сказала, зачем ты это делаешь? Мы потом твой рисунок сможем продать за миллион, а ты заклеиваешь его. И она такая, блин, точно, да, мама, ты права. Это я думаю о Макшлаке. Я не хавала в Макшлаке полгода. И, в общем, я заболела. У меня как раз-таки начались каникулы 24 февраля, я заболела. И написала своим друзьям, я нуждаюсь во вредной еде. Принесите мне ее. И моя подруга принесла мне ее в минус 15. Из самого центра города. И вот, что называется, дружба. Это, опять же таки, я. Когда я болела в Кигуруме. У меня была температура, насморк, кашель. Все, что только можно. А здесь я, наконец-то, начала фан-артить по BTS. У меня была нужда нарисовать что-то на фоне радуги. И я решила нарисовать. Но это типа я, если бы я себе отстригла волосы. Потому что я хочу это сделать, но не знаю, надо ли. А это, опять же таки, я. Мне на день рождения подарили штаны с лягушкой Пеппи. Которые просто офигенные. И я ходила в них уже, наверное, раза три в школу. На меня, конечно, все смотрели как на Дауна. Но какая мне разница? И, в общем, решила так, типа, нарисовать, как я ходила. Так, знаете, внукам потом показать в старости. Это я распечатывала рисунки Чимина и Рэп-Монстра. Которые я рисовала на обычной А4 бумаге. И поиздеваться над ними. Это я придумала нового персонажа Берилл, который на самом деле Тян. Но она ведет себя как парень. Она одевается как парень. Она выглядит как парень. Но, в общем, это все очень запутанно. И, да. У Джей Хоупа вышел микстейп. Неожиданно, правда? А это троица моих персонажей. Опять же-таки Берилл. А это замкнутый в себе голубь-интроверт Федя, который даже не курлыкает. Это я смотрела вечером Ютубчик и решила просто нарисовать кое-кого из Ютубчика. Ну и куняшку. Юнги с цветком. И это Тимати Чаламет. Я не знаю, как произносит свою фамилию, но, в общем, решила его тоже нарисовать. Вроде такой, ну, достаточно похож на себя. А здесь билетик в кино. И под ним еще один билетик в кино. Этот билетик я ходила на ограбление враган. А это я ходила на бегущей в лабиринте. И пока что здесь больше ничего нет. В общем, и почему же тут ничего нету? Потому что бумага слишком плотная. И я решила, что это слишком тупо тратить такую офигенную бумагу на то, что я буду приклеивать сюда рисунки. Приклеивать. Так что дальше я буду здесь рисовать что-то по типу вот этого. Так что пока что это все. Возможно, когда-нибудь в следующей жизни я запишу продолжение. А пока что все. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok